Слово предоставляется Александру Холину, Союз Казаков России. Власть захватили с 17-го года, жидовствующая, скажем так, прямо, и не собирая свои милые отпускать. Не под какие-нибудь виды. Посмотрите, кто сейчас в Кремле. Там есть ли кто-то, кто-то русский. Посмотрите, кто сейчас в суде. Там есть ли кто-то, кто-то, кто-то русский. Никого. Но мы здесь, в Луське, собрались, нас хоть мало. Но они боятся нас. Почему? Потому что мы сила. Мы все-таки кореновое население этой страны. Каждого слова они нашего боятся. Поэтому мы должны выступать здесь и требовать, чтобы наших заключенных освободили. Причем они не сделали ничего плохого. Ни этому жидовствующему Кремлю, никому, ни судьи никому ничего плохого не сделали. Однако их держит заключение. Потому что они страшны для этой власти. Моя Москва! Ты Куликово поле! От сколько бусурманов натекло! Расправь-ка грудь! И выйди из неволи! И собери народ свой под крыло! Одни твердят, ни время, ни место. Другие же готовы. Завтра! В бой! Моя Москва! Ты мать, жена, невеста! Я пред тобой склоняюсь с головой. Благослови! Враги уж на палатях. И в понедельник поздно восставать. Не вырваться из вражеских объектов и тому, кто согласился воровать. Сейчас медведя спящего в верлоге по траве и душам. Господи спаси! Мы в бой пойдем и в истине, и в Боге, и перебьем всю нечисть на Руси. Москва моя! Ты Куликово поле! Но мы с врагом сражались и не раз! Мы победим! На то Господня воля! Мы победим! Грядет заветный час! Пойди, Христос! Как раз к слову будет вспомнить Николая Боголюбова, которого осудили на год принудительных работ. Поэт Николай Боголюбов будет исполнять так называемые общественные работы. За что? Опять вот эти проходимцы из Московского исследовательского центра, лингвист, которые ничего не понимают в литературе, в поэзии, и психолог. Вот они вдвоем стелись и придумали, буквально придумали, для них сказать «Белая Русь» в стихотворении – это уже преступление. Признаться в верности Христу – это преступление. Вот такие проходимцы используются следственными органами, ПСБ, судом, для того, чтобы судить поэта. А Николай Боголюбов действительно прекрасный поэт, кто читал его стихи, кто пробовал прочесть их вслух. Это замечательные стихи, может быть, один из лучших поэтов современности. И сегодня вот этот гнилой режим нашего поэта заставляет трудиться где-то там на общественных работах. Нищего поэта заставляет выплатить 200 тысяч штрафов. За что? За то, что он пишет стихи. Замечательные стихи. И только потому, что эксперту что-то там показалось безграмотным абсолютно экспертам, которые там без году недели этой экспертизой занимаются, они даже не понимают, что есть научные методы, анализы литературы, поэзии, что есть теория аргументации. У них нет никакой аргументации, у них нет никакого понимания, что есть классика литературоведческая, как все анализируется. Они ничего не знают, неучи вышли из этих институтов, непонятно, кто их учил. И поскольку полный аморализм царит в этой системе, то этот аморализм и приводит к вот этим неправосудным приговорам и к страданию лучших людей России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова